Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Люди шокированы этой новостью, собственно говоря, не только люди, я имею в виду те, кто не имеет отношения к тому, чтобы снимать там видео, но и блогеры, и журналисты. Для меня это полный шок, абсолютнейший, потому что я даже не знал, что это происходит. Все дело в том, что люди шокированы проведением концертов в Храме Христа Спасителя. Я помню, какая-то публикация была на эту тему, о том, что в Храме Христа Спасителя проводятся концерты, какие-то мероприятия, но я не придавал, так скажем, значения большого, потому что мне казалось, что это какой-то пиар-ход, может быть, каких-то исполнителей и так далее. Люди всегда, в общем-то, очень бурно реагировали, естественно, оно и понятно. Какой концерт может быть в Храме Христа Спасителя, собственно говоря, в храме, в церкви, какой концерт может быть, о чем может идти речь, я не понимаю. Значит, и в данном случае вот что пишут. Плясок под иконами не будет. Концерт Анны Вески в Храме Христа Спасителя отменили. Да, друзья, в Храме Христа Спасителя проводятся концерты. Вот послушайте, что пишут. Анны Вески, самая известная и любимая эстонская певица в России в 1979 году. Ее впервые показали в программе центрального телевидения «Шире круг». А в 1983 и 1984 годах Вески была второй в хит-параде «Звуковая дорожка», уступая только Али Борисовне Пугачевой. Очередная встреча «Прибалтийской звезды» с русскими поклонниками планировалась на 11 февраля. Но, увы, в Москве лютеранка Анна Вески очень любит выступать в зале церковных соборов православного храма Христа Спасителя. Я даже подумать не мог, что есть, значит, специальный зал церковных соборов православного храма Христа Спасителя, где, судя по выражению, очень любит выступать лютеранка Анна Вески. А, значит, очень любит, значит, она там уже выступала, понимаете, значит, концерты уже проводились. Изначально этот зал предназначался для заседания поместных архиерейских соборов. Именно тут было вынесено решение о канонизации ряда святых. Но затем зал стали использовать для проведения светских мероприятий. Ну, то есть, зал реально в храме Христа Спасителя отвели для проведения светских мероприятий. Например, концертов или еще чего. Друзья, я шокирован этой новостью. Я не знаю, может быть, вы в этом ничего такого и не увидите. И я со своим, значит, мнением останусь в гордом одиночестве. Но пишите, пожалуйста, в комментариях. С моей точки зрения это вообще ненормально никак. Потому что храм Христа Спасителя, главный, основной храм страны, я не знаю, как угодно говорить. С определенной, конечно, стороны. Для каждого храм свой. В первую очередь в душе, но у каждого есть свой. Я вот очень люблю церковь деревянную. Она находится далеко-далеко, в такой глуши, куда не доехать, не дойти. Изумительный, лучезарный батюшка, которого я больше нигде таких не встречал. Но у каждого своя, по душе. Но я имею в виду главный в плане храм Христа Спасителя в Москве, в таком ключе. Значит, Анне Веске, вероятно, нравится петь на фоне ликов святых, которыми щедро украшены стены и колонны зала. Вообще, я не понимаю, как может концерт быть, просто концерт песни на фоне ликов святых. Это как такое вообще может быть? Я просто не понимаю, у меня в голове не укладывается. Ведь сквозь вспышки софитов и дымовую завесу во время концерта виднеются мозаики земного и небесного градов. А с образов взирают на происходящее преподобные старцы, пророки, воины и даже цари. Особенный эффект во время концерта смотрится мозаика на тему одного из главных событий Нового Завета – Пятидесятницы. В этот день апостолы, преисполнившись Святого Духа, пошли нести Евангелие в мир. Значит, очередной концерт под иконами планировался на 11 февраля и был приурочен к 66-летию заслуженной артистки Эстонской СССР. Но за несколько дней до выступления его неожиданно отменили. Причины не сообщаются, но организаторы обещают, что деньги за билеты, а люди отдавали до 5000 рублей вернуться покупателям в течение 180 дней. Друзья, я не сомневаюсь, что концерт был отменен, мне так кажется, из-за того, что люди просто в шоке абсолютном. Значит, ну вот, например, есть один комментарий, пишет, а чтобы у себя в стране, в церкви не сплясать, совсем оборзели в своих амбициях ни стыда, ни совести. Это пишет, значит, это пишет вот пользователь, который прочитал тоже эту новость. Слушайте, друзья, ну много, конечно, приходится читать, значит, но вот есть, кстати говоря, продолжение, дождите секундочку, есть продолжение этой новости. Тут не знаю, от какого она датирована. Ангелы здесь больше не живут, называется, закатившую в храме Христа спасителя концерт Анны Вески забросали пирожками. Не знаю, от какого числа, сейчас я посмотрю, от какой даты, может быть, это старая. От 19-го года, то есть, это когда, видимо, концерт ее там состоялся. Ну вот, что пишут. При входе в зал церковных соборов Храма Христа спасителя гостей встречал лагунам портрет, значит, святейшего патриарха. Аккурат под ним для православных меломанов открыли торговлю, где, как говорится, всем сестрам по серьгам. Монастырская выпечка соседствовала с армянским коньячком и американской колой. Иконы, нательные крестики, религиозная литература, рядом с билетами на выступления хора Валамского монастыря, ансамбля, песниры Алексея Глызина. Берите со скидкой билет на концерт Ильмана Хафоти, он тоже неплохо поет, советовала богомольного вида продавщица в косынке. Диски покупайте, есть духовная музыка, есть песни военных лет, Анны Вески вот завезли. Впрочем, зачем покупать пластинку, если Анна Вески была в этот вечер тут самолично. Она приехала из Сталина с юбилейным концертом и так далее. Исполнялись песни на фоне ликов святых, которым щедро украшены стенные колонны зала. Сквозь вспышки советов Домовой Завесы уеднялись мозаики земного небесного градов. Ну, то же самое. Изначально зал церковных соборов предназначался для достижения поместных архиерейских соборов. Именно тут 15 лет назад было вынесено решение о канонизации ряда святых. Значит, и затем зал стали использовать для проведения светских мероприятий. Недавно, например, тут с участием духовенства и мирян с размахом презентовали телефоны по 500 тысяч рублей. Это просто фантастика какая-то. Просто фантастика. Для меня это что-то невероятное. Значит, судя по зажигательной дискотеке под иконами, которая завершилась в выступлении любимой звезды советской эстрады народ, был в восторге. Анне пела более двух часов. Это в 19-м году концерт, который был. Причем вживую. Значит, между номерами Анне забрасывали цветами, домашними пирожками, заставляясь смущаться. Значит. Ну и завершает журналист здесь публикацию словами «После концерта в Храме Христа Спасителя православной точно сметут тура на лютеранскую родину артистки с Божьей помощью». Здесь побольше, естественно, комментариев, потому что публикация 19-го года. Значит, ну что пишут люди? «Жесть просто богохульство. Все плохо обнищали духом. И правда жесть. Значит, вот эта же дикость. Жесть». Ну и так далее. Значит, друзья, я еще раз повторюсь. Может быть, это мое мнение. Может быть, действительно, в Храме Христа Спасителя может быть такой зал, где, собственно говоря, иконы и такие святыни. И там можно петь, пирожки кидать, я не знаю, телефоны презентовать. Но для меня это что-то из ряда вон, потому что это святое место. Какие телефоны, какие пирожки, какие диски. И я просто в недоумении. Как и концерты, как и концерты. То есть она любит выступать. При всем моем уважении я ничего не имею противальной вески. Но я и с ее творчеством, скажу честно, не знаком, слишком близко. Я знаю, конечно, кто это на слуху. Но я просто в недоумении нахожусь. Я, конечно, отрицательно к этому отношусь. Мне интересно ваше мнение. Друзья, пишите просто ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live. Инстаграм Будда Гришна, нижняя подчерка и ничка. Натяните на русском. Будда Гришна, три российских флага. Друзья, всем пока. До встречи.